Всем доброе утро! Мы начинаем онлайн-урок для девятого А-класса. Мария Ивановна, у вас голова не на том месте. С вами это неудивительно. А вы чуть экран опустите! А почему вы у нас сегодня? А где Вера Петровна? Ваша прежняя учительница сошла с ума, поэтому я ее сегодня подменяю. А завтра? А завтра она выйдет. Жить-то на что-то надо. Какое было домашнее задание? А нам его не сдавали. Почему? Не успели. А на что вы потратили весь урок с Верой Петровной? На то, что настроить там это звук, видео, все. Мария Ивановна, что-то у вас фончик-то не очень фон. В стиле ретро-лофт. Рвань! Не вопрос. Скажите родителям, чтобы сдали деньги на обои. Сегодня проведу сквозной опрос по всем урокам, чтобы понять, где у вас пробел. На клавиатуре? А, то есть, Петров, ты прекрасно меня слышишь. Что ж, пожалуйста, вопрос. Когда была Куликовская битва? Петров! Петров! Ау! Че тормозишь-то? Не торможу я. Это Гугл тормозит. О! В 1380 году. Петров, ты подсмотрел. Ничего я не подсмотрел. Нет, ты подсмотрел, Петров. Тогда расскажи об этой битве. А Куликовской, да? Ну че? Ну, понятное дело, дрались кулики. За что дрались? Было давно это. За пояса, наверное, за чемпионские. Ребят, это Вася. Вася, я. Че за фигня? Василий. Слышь на меня? Ты опоздал. Кто я? Не понял, кто? Ты опоздал. Да я не опаздывал. Я ж в деревне живу. У нас тут связи нет. Связь есть, только если на дерево влезть. Тогда все есть. И то недолго. Зато волков много. Все мои волки делают ауф. 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 Ац. Ставич, что это такое? Это импровиз. Не надо каждую глупость называть импровизацией. Василий, у нас опрос. Где Наполеон потерпел свое самое громкое поражение? Да вы чего? Я ради урока на дерево залез. Я хочу получать знания, а не отдавать их. Вася, ты сформулировал мысль, которую школьники не могут выскочить со времен создания. Значит, Вася, если ты не ответишь на вопрос сейчас же, то получишь два. Если пропадет твое изображение, ты получишь два. Если звук пропадет, ты получишь два. Если пропадет все, ты получишь кол. Вася, ты меня понял? Удачно ты зазумился. Где Наполеон потерпел свое самое громкое поражение? Василий. Передайте Василию, что он получил кол. За что? Он же наглядно показал, как пал Наполеон. Так, вопрос по физике. Отвечать будет, отвечать будет, отвечать будет Афанасьев. А че сразу Афанасьев-то? Че сразу Афанасьев? Это че? Потому что на А, да? Потому что на А, поэтому Афанасьев. Это дискриминация по алфавитному признаку. Хорошо. Тогда отвечает Вероника Пашина. Че это? Это дискриминация по гендерному признаку. Тогда Петров. Это демискрим... Демискрим... Дискрим... Демискриминация. Вот. Это демискризация по интеллектуальному признаку. Не поспоришь. Народ, привет! Это снова Вася. У меня только интернет появился. Наполеон потерпел поражение в битве при Ватерлоо. О, я вижу, интернет у тебя появился гораздо раньше. Ты опять на дереве? Не, я учусь на своих ошибках. Я залез на туалет во дворе. Тут и ловят неплохо. Туалет? Я тебя умоляю, будь осторожен. Я тебе сегодня, Василий, больше ничего спрашивать не буду. Ура! Так. Самохина. Сочинение. Как я провела лето? Два. Как два? Там же ни одной ошибки. И содержание на уровне литературной премии. Я знаю. Я сама лично рыдала над этим сочинением. Когда читала, как мать-одиночка провела с тремя детьми лето в одной квартире, при этом еще успевая помогать старшей дочери учиться и писать сочинения. Я посовещалась с нашим директором. Мы готовы исправить оценку, если твоя мама, которая это писала, напишет продолжение. Я могу написать, как я провела осень. Как вы провели осень, я вижу. Вы лучше что-то жизнеутверждающее напишите. Фантастику. Я попробую. Хорошо. Дети, вас просили сделать поделку из шишек и еловых веточек, осенних листиков на тему «Сикстинская капелла». Напомню, этот шедевр находится в Ватикане у папы. Вы сделали? Марья Ивановна, папа просил передать вам записку. Передай папе, что я его жду в школе. Лично закрою его капеллу шишечкой. Так, теорему Пифагора расскажет мне Афанасьев. Афанасьев, тебя не слышно. Не слышно, Афанасьев. Афанасьев, попробуй что-то понажимать. Ну ладно, ответишь в следующий раз. Дима, Дима, может тебя... А, здрасте. Можно тебя на пять минут? Мария Ивановна, заберу сынка и потом вернем к знаниям. Пять минут, а? К сожалению, нельзя. Он мне как раз рассказывает про Пифагора. Пифагор это святое. Говорится, его штаны во все стороны. Штаны. Что? Штаны. Все. Знание сила. Занимайся, Олух. Давай, Дима, со звуком. Самохина, в пятницу у нас онлайн-олимпиада. Ты будешь представлять нашу школу. Я тебя поздравляю. А я в пятницу не могу, у меня отчет на работе. Если вы думаете, что мне эта олимпиада нужна, то вы заблуждаетесь. Наша школа участвует в этой олимпиаде только из-за успехов вашей дочери. То есть вас, Анастасия Якубовна. Не надо было быть такой умной. Я проверила на грамотность ваше сочинение, кем я стану, когда вырасту. Оценки. Петров, в два. Зайцев, три. Афанасьев, четыре. Самохина, четыре. Две ошибки. Пашина, пять. Идеально, девочка моя. Ни одной ошибки. Как это, Пашина, пять? Она же сама без грамотности. Однако она написала сочинения, состоящие из современных, понятных нам слов, написание которых еще пока не выяснено. Чего? Того. Читаю. Я буду бьюти-блогером. Я в этом реально шарю. Мне это изи. Я могу просто чилить и при этом скролли ленту, бодишейми чик и на хайпе цеплять фолловеров. И так далее. Вопросы есть? А че, так можно было? А ты вайп поймай и еще не так послымишься. Спокойно. Звонок для учителя. Алло. Нет, не очень занята. Запишите домашнее задание. Или я скину на WhatsApp вашим родителям двойное домашнее задание. Итак, домашнее задание. Провести высокоскоростной интернет себе и всем учителям. Да пребудет с вами провайдер.